Вот так теперь выглядит с улицы Брянский клиникодиагностический центр. Некогда безликий и полинявший от времени фасад преобразился благодаря новому покрытию из алюминия в двухцветном исполнении. В ходе капитального ремонта были заменены окна на первом этаже, установлены витражи. В ходе ремонта было проведено утепление фасада и установлены новые стеновые панели. Помимо эстетического вида, новый фасад должен эффективно сохранять внутреннюю атмосферу клиникодиагностического центра. Мы проводили энергетическое обследование и выяснили, что до 40% тепловой энергии уходит через фасад. Необходимо было решать вопрос о его утеплении. И кроме того, мы находимся рядом со святым местом для жителей Брянской области, с курганом бессмертия, где проходят различные мероприятия, областные, связанные с празднованием Дня Победы и так далее. И, конечно, такое не очень красивое здание рядом с этим местом требовало ремонта. На масштабные работы региональный бюджет выделил 30 миллионов рублей. Облицовка стартовала в июле. Если вспомнить историю диагностического центра, то это здание предназначалось первоначально для Центра научно-технической информации. И оно строилось около 10 лет. Это был долгострой. В 1986 году, когда случилась Чернобыльская авария, спустя какое-то время стало понятно, что в области необходимо учреждение, которое занималось бы организационно-методической работой и оказанием практической помощи пострадавшим территориям в медицинском плане. За почти 30-летнюю историю регулярно обновлялось только внутреннее содержание учреждения. Теперь всего за 4 месяца многоэтажка диагностического одета в новый фасад, а на окружающей территории проведено полное благоустройство. Мы ежегодно проводили ямочный ремонт асфальтового покрытия, но такого масштабного капитального ремонта никогда не проводилось. Еще до наступления холодов, до выпадения снега, было проведено асфальтирование территории, установлена дорожка пешеходная и установлено ограждение вокруг диагностического центра. После завершения благоустройства вокруг Брянского клиника диагностического центра появился вот такой 3D-забор. Люди могут приехать с районов на своих автомобилях, поставить во внутреннем дворе и пойти спокойно обследоваться. На днях благоустройство территории вокруг диагностического должно завершиться подключением к электричеству двух шлагбаумов на въезде. Автомобильную преграду будут использовать только после завершения рабочего дня. Въезд закроют, а здание центра продолжит украшать город и ночью. Новый фасад уже оборудован системой вечерней подсветки. Алексей Есипенко, Анатолий Чекрыгин. События Брянск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова